В городе Ванкувер состоялся обед для уникальных людей с различными ментальными и физическими отклонениями. Это специальное мероприятие было организовано в Церкви Любовь Божия, пастором которой является Василий Тищенко. На обед были приглашены люди и семьи, которые нуждаются в поддержке местных церквей. Сегодня мы организовали особенный обед для особенных людей, кто не знает, особенными людьми, special people. В Америке называют инвалидов, людей глухонемых и имеющих всех различные физические элементы, проблемы. Наше желание сегодня сделать такую акцию или служение милосердия к этим детям, в некоторых случаях, может быть, больше к родителям. Потому что некоторые из нас, они имеют трудности в семьях с такими детьми. И хочется, чтобы эти люди чувствовали себя welcome. Хочется, чтобы эти люди чувствовали себя неотделенными, неотделенными от общества. Чтобы любовь Божья, она была явлена всем и каждому человеку. Я глубоко верю, что Бог, Он вкладывает любовь и сострадание вот именно к тем людям, которые сегодня имеют какие-то недостатки. И как Церковь Иисуса Христа мы призваны нести служение милосердия. Когда мы, как верующие люди, как дети Божьи, оказываем внимание и сострадание к этим людям, Богу это нравится. И это хорошая, знаете, вот такая искра жизни для тех людей, кто сегодня страдает физически. Зал Церкви был наполнен не только этими специальными членами нашего общества, но и также людьми, желающими послужить им. Пастор Василий Тищенко поделился приветственным словом и поощрил всех пришедших. В нашем сердце было сильное желание. Мы верим, что Бог, Он побуждал в наше сердце. В мероприятии приняли участие специальные гости из Аризоны, основатели проекта Иисус и Гектор, Екатерина и Руслан Пшиченко. Наша цель это сегодня послужить таким семьям, которые имеют особых детей. Я как папа такого сына, который сегодня на небе. Просто для меня это очень эмоционально. Я сам мечтал о таких вечерах, сам мечтал о таких моментах. И это вот перстень, отпечаток моего сына. Мы хотим вам служить, мы хотим проводить с вами кемпы, мы хотим вывозить вас на природу, мы хотим служить вашей семье. Мы хотим делать это много и в разных церквях, открытых ко всем конфессиям. Пожалуйста, такие родители, отзывайтесь. Мы любим вас, Бог любит вас. И вы нужны нам для того, чтобы поднять духовность и открыть нам, людям в церкви, то, что Бог любит вас. В программе встречи прошли семинары для родителей, музыкальные выступления, занимательные программы, ну и, конечно же, свидетельства. Очень нравится, потому что меня тут любят, уважают. И Господь благословляет через эту церковь. И я очень люблю в эту церковь ходить. Церковь – это моя семья духовная. Слава Богу за эту церковь. Это моя семья духовная. Они меня духовно поддерживают, молятся за меня. Когда мне нужна какая-то молитвенная поддержка, я им звоню, говорю, они молятся за меня, поддерживают. Особенно пастор с Леной. Я их очень люблю. Спасибо Богу за пасторение наше. Дорогие мамы и папы, которые имеют особых детей. Вот такими героями здесь я горжусь, которые все-таки не сдаются, идут по жизни. Вот эти наши встречи, которые мы делаем, делаем для того, чтобы познакомить таких родителей, познакомить такие семьи, чтобы они имели поддержку друг друга, чтобы они могли позвонить друг другу и духовно поддержать, и, скажем так, и поплакаться, и помолиться друг за друга. И чтобы у вас была возможность какими-то поделиться вопросами по каким-то, может, программам, по каким-то медицинским вопросам, по каким-то вопросам школы. Может, есть те родители, которые прошли определенную дорогу, вот как эта семья. Они уже не сдались, они уже верят Бога до конца. Но, может, есть те родители, которые боятся еще даже признаться в том, что у них вот такой ребенок. И я понимаю, что вы боитесь, я знаю сам лично себя, как мне было сложно признаться в этом. Но я вам хочу сказать, Бог любит вас, мы любим вас. Есть люди, которые любят вас и заботятся о вас.